Это памятник природы истоки Кальмиуса. Здесь несколько лет назад навели порядок местные жители, активисты и защитники окружающей среды. Теперь же продолжают очищать воду и выкладывать дорожки участники экологической экспедиции. Максим Гладилин перешел в 9 класс Авдеевской школы-интерната. Здесь он два дня прорывал траву на экологической тропе к реке. Сегодня с утра обустраивает дорожку. Говорит, работать на свежем воздухе ему очень нравится. Для меня эта работа не очень привычна. Первый раз строим, тягаем камни. Интересно. Для себя делаем все, чтобы лучше людям было и нам лучше. Мы сюда будем потом приезжать, чтобы было лучше для всех. В экологической экспедиции от Авдеевской школы-интерната участвуют 9 человек. Хотя желающих поехать было намного больше, рассказывают воспитатели. Выбирали самых трудных подростков, ребят у которых по нескольку судимости, чтобы научить добросовестно работать и перевоспитать с помощью самой природы. В нашей школе дети находятся круглый год. Замкнутый цикл. Живем, учимся. Чисто психологически в одном и том же коллективе детям трудно. Поэтому возникают ссоры, проблемы и разгрузки психологических детей. Дети изъявили желание поехать поработать, отдохнуть. Романтика. Дети сами разбивали лагерь, косили траву, ставили палатки, учились разжигать костер, говорят педагоги. Здесь они не только работают и рисуют экологические плакаты на областной конкурс и проводят товарищеские футбольные матчи с сельскими ребятами. На каждый день расписание. С 8 до 11 работа, затем обед. Вчера была каша, сегодня плов с тушенкой и овощной салат. Кухня классная, мне очень нравится, вкусно. Чай готовят, каждый бывает готовят. Плов сейчас будет, потом каша бывает. Вкусно очень. Такие экспедиции организовывают третий год, говорят экологи. За три дня уже вывезли из реки и берегов больше полутора тонн мусора. Планируется брать еще две тонны и очистить от ила почти километр реки. А через несколько лет здесь намерены даже открыть аллеи Горловского, Авдеевского и Донецкого интернатов. Однако подобными акциями весь регион не охватит, сетуют представители общественных организаций. В регионе всего 49 малых рек. Почти все они засыпаны строительным мусором и отходами производства. Из 49 вот таких вот родников все засыпаны отходами. Вот тебе и малые реки. Вот это мы один очистили, теперь у нас программа второй рукав очистить, а потом мы займемся у нас еще два таких урочища, будем очищать. Мы очищаем, а те, кто должен следить за этим, засыпают. Этим летом будут организованы еще две экспедиции по две недели. На каждую общественные организации тратят 5-6 тысяч гривен. Все это пожертвования. Государство на выезд детей и очистку малых рек, по словам экологов, не дает ни копейки. Оксана Виттер, Алексей Логвин, Панорама.